В Раде, он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил, мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы, сказал он, согласились с этим предложением. Ну посмотрите же, опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну пусть он отменит этот декрет и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все, мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Публично отказались. Ну что же, пускай отменяет свой декрет и наступает переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании, господина Джонсона, ну мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин Арахами, мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но у нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? Зачем он это сделал? Вы описали связи между Россией и Украиной, вы описали Россию, что это православная страна. Вы говорили об этом. А что это значит для вас? Вы лидер христианской страны, как вы сами себя описываете. Какой эффект это имеет на вас? Вы знаете, вот, как я уже сказал, в 988 году князь Владимир крестил, сам крестился, по примеру своей бабки, княгине Ольге. А потом крестил свою дружину, а потом постепенно, в течение лет, крестил и всю Русь. Это был длительный процесс. От язычников к христианам много лет занят. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Это абсолютно однозначно. Да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, о которых я сейчас сказал, о которых являются традиционными религиями Российской Федерации России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать, они одинаковыми являются. Это все, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились к культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. Это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются, да, или в Европу, еще более ясный и понятный пример, люди приходят, но они же пришли со своей исторической родины к вам, либо в европейские страны. А люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной. У них нет другой родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья. И это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные, между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное, устойчивое будущее для всей страны, для Родины. Почему в России так разве и так... Если позволите, религии отличаются вот в чем дело в том, что христианство не насильственная религия. Христос говорит подставить другую щеку, ты не убей и так далее. А каким образом лидер может быть христианином, если приходится убивать кого-то другого? Как можно это примирить в себе? Очень легко. Если речь, речь идет о защите себя и своей семьи, и своей Родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. На Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее. Что касается религии в целом. Она, знаете ведь, она не во внешних проявлениях. Не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. И мы так, у нас культура такая, человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе, как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы с вами не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. И это, конечно, нам нужно... То есть вы считаете, что что-то сверхъестественное тут действует? Когда вы смотрите на происходящее в мире, видите ли вы дела Господни? Говорите ли вы себе, что тут я вижу действия каких-то сверхчеловеческих сил? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И одни... Это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись. Потом они сходили с международной арены в таком качестве, в котором они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры. Но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана и потом с Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей. В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась. Потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться. Ну, как мы сейчас говорим, экономически они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Он развалился долго. 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. Сегодняшняя ситуация, разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. Когда начнется тогда империя ИИ, искусственного интеллекта? У меня все в более сложные вопросы погружаете. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специальному человеку. Человека-война, человека-ученого, человека-спортсмена. Вот сейчас, вот говорят, в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Что вы об этом думаете? Ну, Маска... Я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договаривать. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс, процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий. В генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться. Потому что понимали, что их неаккуратное примение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно эти исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в ту или другую область. Эти исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечество в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. Спасибо вам большое за то время, которое вы нам уделили. Я хочу задать еще один вопрос. Иван Гершковиц, ему 32 года, американский журналист, он находится в заключении уже в течение более чем года. Это большая история в США. Я хочу спросить у вас, вы готовы ли бы в качестве жеста доброй воли освободить его для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представители специальных служб. Они в контакте между собой. И они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать. Но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. Ну, конечно, все происходит в течение веков. Страна ловит шпиона, задерживает его и потом обменивает на кого-то. Конечно, это не мое дело. Но отличается эта ситуация тем, что этот человек совершенно точно не шпион. Это просто ребенок. И, может, он, конечно, нарушил ваше законодательство, однако он не шпион и совершенно точно не шпионил. Может быть, он находится все-таки в другой категории. Может быть, несправедливо было бы просить в обмен на него кого-то другого? Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион. Но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытную и секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано. Ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Мы с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну как, что это такое? Значит, повторю еще раз. Вы говорите, что он работал на американское правительство, на НАТО, или же он просто журналист, который получил информацию, которая не должна была оказаться в его руках? Мне кажется, все-таки есть разница между двумя этими категориями. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз. Получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американцев к спецслужб, в каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересован в получении этой информации. Но это спецслужбы должны между собой договориться. Понимаете? Есть определенные наработки, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее, скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машины проезжал по их головам. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашелся патриот, который ликвидировал в одной из европейских столиц. Вот сделал он это по собственной инициативе или нет? Это другой вопрос. Ну, вот он... Да, но Иван Гершкович ничего подобного не делал. Это совершенно другая история. Он делал другое. Он просто журналист. Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что и тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем сейчас договариваться. Но только надо договариваться. Я надеюсь, что вы его выпустите. Спасибо большое, господин президент. Нет, мне тоже хотелось бы, чтобы он уехал. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой, в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Ну, повторяю. Диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть спокойно. Но, честно говоря, с войной, вот я не знаю, работает это или нет. Если позволите, я задам еще один вопрос. Может быть, вы не хотите отвечать по стратегическим причинам, однако не беспокоитесь ли вы, что происходящее на Украине может привести к чему-то куда более масштабному, куда более страшному. И насколько вы готовы, замотивированы позвонить, например, в Штаты и сказать, давайте договариваться? Так, послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно. Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Но мы же понимаем, да, что происходит. Финансовая поддержка, сколько? 72 миллиарда дали. На втором месте Германия находится, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, конечно. Ну, конечно. Поэтому, ну, скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет. Не садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Да, вы об этом уже сказали. Я прекрасно понимаю, конечно, что это не ругательство. И в самом деле сообщалось о том, что Украине не дали подписать мир по указанию бывшего премьер-министра Великобритании, который действовал по указке из Вашингтона. Вот почему я спрашиваю, почему вам напрямую не решать эти вопросы с администрацией Бандбайдена, которая контролирует администрацию Зеленского на Украине? Ну, если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну, пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него и отказываются. Вот и все. Ну, они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее. Пусть исправляют. Мы за. Хочу удостовериться, что я вас правильно понимаю. То есть вы хотите добиться путем переговоров решения того, что происходит сейчас на Украине. Правильно? Мы же добились этого. Мы создали компакт, большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора. Не на всем, а на выдержке. Он подпись по обстоятельствам. До встречи. Продолжение следует...